привет ребята сегодня поговорим о том как купить машину на евро номерах и не попасть в беду и на что надо во первых обращать внимание при покупке данных автомобилей так начнем так первым делом при покупке евро бляхи это у нас получается документы какие документы должны быть данном автомобиле у меня вот получается машина италийская вот такая вот книжка получается здесь вписаны номера машины вин код данной машины принципе техпаспорт здесь нечего объяснять на всех машинам на всех машинах должен быть техпаспорт это уже всему понятно и это самое 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 минимум что можно по этой теме сказать дальше если вам конечно же повезет то получится и страховка страховка у меня вот такая вот это все по машине до 15 07 2021 года она действительно но она делается также украинская но желательно чтобы была вот такая если есть такая страховка значит машина но 99 процентах не просроченная потому что с украины получается никто страховку скажем литве ну любой стране евросоюза не сделает потому что ну во первых это невыгодно во вторых если человек пригнал эту машину для того чтобы продать страховка всегда свежие и если покупать такую машину велика вероятность что вы попадете на правильный автомобиль но относительно конечно же только документов по техническому состоянию это уже совсем другой вопрос как узнать если машина скажем не просрочила там круг год пребывания на территории украины чтобы не было штрафов за то что машина просрочена и так большинстве случаев это узнать нереально пока не поедете на таможню и там если если же таможенники согласятся проверить данный автомобиль когда он заезжал в страну но это я не знаю ну блин ну процент один из ста что они согласятся потому что ну им во первых это не интересно во вторых не выгодно ну и тратить время не навряд ли станут это так и говорю если нету знакомых там одно другое еще одном по этому же вопросу больше я так в принципе не знаю даже на что смотреть так по документам если не переварен кузов и одно другое ну блин да есть и такие конечно нюансы но в большинстве случаев это получаете вместе с машиной на евро номерах это техпаспорт и страховку ну в редкостных случаях доверенность о ней еще поговорим доверенность это вот такая вот интересная балда короче даже как сказать и без нее можно кататься и с нею можно кататься если без доверенности то вот те водители которые не знают там или ну даже если полиция ну решила их остановить и за это их это самое штрафовать то но я не знаю многие говорят что если вот у меня доверенность мне уже можно ездить на территории украины нет вы глубоко ошибаетесь если даже у вас есть доверенности не вы не возили данный автомобиль на территорию украины то вы не сможете кататься законно на законных основаниях это прописано в законе что человек который заезжал в страну тот имеет право кататься на данных автомобилях никак иначе даже эта доверенность вас не спасет то что этот человек доверил вам руль скажем это так формально это не значит что вы можете кататься потому что в законе говорю еще раз прописано черному по белому что может кататься только гражданин который заезжал на этой машине в страну который пересекал пересекал таможню вот только так в таких случаях можно кататься все остальные варианты это незаконно но пока что на данное время ездим без проблем пока что насколько еще продлится это время никто не знает так что ну вкратце я вам объяснил что должно быть при покупке данной машины если вы нарветесь на просроченную в принципе ничего страшного можете ее растаможить в конце концов вы оплачиваете 8500 это штраф за то что машину не своевременно выехала из страны и в дальнейшем растамаживаете его и все вот эти все документы я вам показал у меня два документа есть техпаспорт и есть страховка больше у меня на эту машину ничего нет и не надо в принципе всем спасибо за просмотр может кому-то чем-то помог ставьте лайки подписывайтесь на канал а также следите за новыми выпусками на все вопросы также отвечаю в комментариях любые вопросы чем могу тем помогаю в принципе на этом можно заканчивать это видео всем удачи